всем привет друзья здравствуйте салам алейкум на фоне национального парка мили бог мы еще будем запускать воздушного змея городе ташкент вот увидим очень красивую такую среднеазиатскую конструкцию так город ташкент узбекистан столица вот далеке даже видим флаг оба были на 5 я все пропустил чё ты так быстро это делаешь брат они меня всегда опережают ничего мы еще посмотрим третий раз надеюсь мы увидим третий раз нормально летает неплохо они пошли его ловить складывать сейчас мы вернемся друзья для тех кто не в курсе меня зовут олег я нахожусь сейчас в городе ташкент у столица узбекистана это такой очень специфический город хотите узнать побольше подписывайтесь на этот канал и узнаете много много интересного так меня зовут олег я профессиональный путешественник странство вокруг света уже шестой год и был уже примерно в 60 странах сейчас моего еще раз запустим не отключайтесь у нас вечерний намаз слышен это мусульманская страна как бы то есть доминирующая религия дисмусульманство но это советское государство так сейчас они идут к нам даже не буду останавливать сейчас подожди вот это наши друзья узбеки салам алейкум как дела якшевесец отлично сейчас мы отсюда будем смотреть как его запускают вот на заднем плане нам виден флаг вот отсюда мы будем сейчас мы сейчас подожди боли нормально нормально работаем лучше гудит ты посмотри это наверное за натяжение короче обалдеть я наверно первый раз жизни первый раз жизни вижу как это происходит просто один чувак там стоит он держит держит веревку бечевку да значит он натягивает специально так чтобы направлять его и помогать ему взлетать судя по всему специалист по аэродинамике я бы так сказал лично я понятия не имею как это делается если честно выглядит это все очень волнительно интересно и очень-очень увлекательно остается только напомнить что вы подписались на канал олегу петров на youtube и нажали на колокольчик и поделились этим роликом друзьями если хотите узнать и увидеть много интересных традиций из разных стран культур и народов мира так тут сожалению нельзя нельзя сделать приближение поэтому пока я вам покажу интересную конструкцию называется одиблар хио бони понятия не имею что это такое это возле национального парка милибок мили это значит национальный что-то в этом роде вот мы пойдем сейчас посмотрим пока они его складывают и опускают на зерно в общем это самая густонаселенная самая населенная республика средней азии которая граничит со всеми остальными республиками речь идет про узбекистан ребенок из машины балдеет наблюдают за смотрите как красиво все выглядит мы находимся возле национального парка можем даже пойти посмотреть что-то очень красивое так вот сверху у нас летает этот змей вот он сверху он летает но мы пойдем посмотрим как выглядит этот парк это похоже на какой-то дворец или что-то в этом роде не знаю как сказать правильно либо концертный зал в общем что-то такое вот повсеместно тут вот подобная конструкция вот подобная архитектура такие среднеазиатские мотивы назовем их так о мы можем посмотреть что что это такое авторский парк креативный центр отлично вот карантин у него не буду 20 апреля сегодня же 2 мая так отлично здесь можно видеть герб узбекистана птичка под названием хумов и и так зовут она находится на всех 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 национальных символах эмблемах и так далее итак это авторский парк один вархи и бонни биткоблар маркази ману разину что-то там у нас такое на довольно красиво а вот кстати летает сверху вот обратите внимание над над крышей этого портала входа летает этот змей а мы сейчас вернемся чуть чуть попозже к вам что я хочу подойти поближе к конструкцию одной интересной друзья не забудьте подписаться также если меня еще instagram называется олегу петрову фу фу артист там также есть много интересного спасибо а хорошо идемте вместе судя по всему здесь проходят какие-то интересные события собрания вот даже и сузбеки сидят отдыхают может быть мы возьмем интервью у них сейчас ну там сидят женщины одна ну там сидят женщины одна значит здесь так же как и во всех остальных странах средней азии свадьбе происходит с большим большим размахом пафосом понтами и расточительством я бы так сказал к минимум на 300 человек минимум как правило несколько дней значит здесь у нас узбекистон и и зурчилар у юж массе значит знающие напишите комментарии что это значит так ну а здесь у нас концертный зал который я обещал судя по всему это у нас концертный зал или банкетный зал значит он имеет такую очень красивую зеркальную стену из зеркального стекла тонированного назовем его так да здесь у нас красивые клумбы вот выглядит все очень 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 даже интересно и красиво я буду идти назад еще попробую поснимать этих любителей поразвлекаться воздушными змеями впереди много интересного друзья сейчас я вам покажу узбекских детей все в масках поэтому я тоже оденусь сейчас маску поприветствую детей салам алейкум салам алейкум ну люди очень специфичны но люди очень специфичны многие почему почему-то всего боятся салам алейкум салам алейкум салам алейкум я бы сказал очень скрытые больше подозрения чем дружелюбие в этой стране к сожалению так заведено наименее приятная для посещения страна из средней азии как это часто бывает в странах где процветает диктатура и отсутствуют любые свободы так друзья всем спасибо за просмотр увидимся впереди много интересного